ну и понравилось у нас большой интернет в интернете канал а когда мы когда мы постричались тогда помните нет у вас может какие-то духовные вопросы есть о спасении души о вечности как жить свято не в исламе библии то нет у вас а что вы что в исламе это эта книга ваших но из нее вы что знаете ну-ка расскажите большинство только не выключайся просто я спрашиваю по-хорошему вот вот у меня в руках вот эта смоткнига эта книга библия и ты меня можешь по ней спрашивать а я тебя буду спрашивать по твоей книге расскажи что там написано для меня чтобы интересует вас меня как много меня интересует спасение души спасение моей души когда наступит после смерти вечность эта книга что мне даст что чему она меня научит вечный мир да как ты это из этой книги узнал что там вечного нету ничего так вы оказывается и свою книгу не знаете не только эту у мусульман они верят в вечность а рай и ад мы одинаково понимаем это но как это но говоришь нет вечно вечного нету это вечное состояние так и написано пойдут все и в муку вечную а праведники в жизнь вечную у нас иисус умер и воскрес он взял наши грехи на себя а вы называете его иса пророк больше нету ну пророк один из пророков он ничего мне не дает пророк он сам себя то не может спасти пророк а это сын божий бога человек он умер за наши грехи так говорит священное писание нет это наш пророк всех пророк точнее а где он родился ваш пророк где он родился где-то в израиле я точно не знаю а сколько тебе лет 15 15 да можешь уже знать в 15 лет вот многое можно уже узнать поинтересовать если ты не будешь глупостями заниматься и тут смотреть на блудных женщин у тебя будет время они растращены и ты его потреби на то чтобы душу спасти дело в том что до ни в одной книге нет пророчества будущем а в библии более трехсот пророчеств которые исполняются одно за другим и мы оттуда позовем что только она является божье откровение остальное человеческое заблуждение бог говорит как дальше будут события развиваться мы вот знаем это событие прямо точно знаю какая будет столица мира границ не будет денег не будет и столица мира будет иерусалим а это знает бог он нам открывает это написано это 13 глава откровения вот как бог один бог один вы всегда был один безначальный и бесконечный добрый и всемилостивый да я вот начальник детского лагеря 45 лет был ко мне привозили детей разные люди тому мусульмане и кого только не было и баптисты мы то православные у нас так как ты научен молиться то так так ты молиться молись но месяц проходит все одинаково молятся у нас не было там как-то смеяться что не так ты веришь мы просто жизнью свою показывали что со христом лучше чем без христа христос умер за нас он дарует прощение и он опять придет судить этот мир грядя на облаках все воскреснут одновременно грешники и праведники нам об этом говорит двадцать пятая глава евангелия от матфея мы считаем это вот меня на каран я его несколько раз просчитал и целую книгу написал о нем сравнивая суры а я то с нашими книгами библии главы и стихи вот я спрошу даже грамотные ваши люди они не ответят ни на один вопрос вот я спрошу у вас там описывается а у нас жития святых 12 книг это 1173 биографии хоть одна биография у вас там есть они не знают она есть я занимался нашел я нашел я жить если вот как именно о чем какое житие попало вашу книгу и почему видите сколько вопросов вот я разговариваю со взрослыми я спрашиваю вы знаете иисус христос брал меч кого-то убить там и обороняться нет петр когда меч взял он говорит вложи меч в ножны взявший меч от меча погибнет я говорю а ваш руководитель кто написал каран кому вы верите у него было был меч в руках был он убивал но как он бояка раз он воин хороший был 72 сражения у него в жизни и только два были оборонительно остальные грабили ворованы караваны и делили пись в куране написано что сын марьям был всего лишь посланником до него тоже были посланники вот смотрите марьям кто это такая марьям это мать и тут у вас написано что она была родная сестра моисею а между ними 600 лет ну как кто писал то он хоть маленько бы чё-то знал моисей жил 600 лет до этого и говорят что она была родная сестра его ну а то совсем уж не а раньше пророки жили по тысячу лет нет уже не жили до потопа по тысячу ни один не жил дольше всех жил муфусаил 969 лет 950 в библии написано я сейчас открою прочитаю кто сколько жил а уже в это время уже после ноя никто не жил больше двухсот лет не было этого все жизнь стала намного короче это бог так сделал да были люди на 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 в наше время не то что нынешнее племя а вы вот верите что вот наше время находят скелеты людей они большие больше чем мы какие то что люди до нас были здоровыми да так написано тем более когда захватывали землю израиль там написано сыны инакиевы они показались им как деревья библия говорит об этом книга исход второзаконие мы считаем просто большинство людей в наше время не верит что были гиганты они были не все были гиганты отдельное племя сыны инакиева а сами такие же люди там был голиаф но кто знает сколько там три с половиной метра там или но это уже таких нет вообще но они были сильные из древней написано славные люди когда сыны божьи да можно кто построил пирамиду пирамидой хеопса строили рабы а кто был инженером кто что похороненный хеопс а дальше ничего не знаем и тем более на спасение это не влияет библия ни слова об этом не говорит просто работали там в рабстве были израильтяне четыреста тридцать лет и они вышли оттуда они камни же они камни очень тяжелые да да но там способы есть поднимать как разное намачивали бобы и они насколько взбухали следующий слой и так поднималась а поднимали не просто так а наклонная там вот допустим строить как насыпали песок дальше опять по нему ходили вокруг вот строили вавилонскую башню от рождества сказать от сотворения адама до потопа но его было 1656 лет еще 721 год прошел и строили эту вавилонскую башню а бог смешал языки и оттуда почти все языки русский английский немецкий французский все а какой остался считается что еврейский язык один остался тот древний почему евреи везде во всем мире все захватили банки печать юриспруденция везде и всю дани руководят так и должно быть цари мира принесут им дани написано в библии а вот что можете сказать про фараона еще не можем сказать кроме того что фараон который принял иосифа он поставил премьер-министром потому что у иосифа у него было 11 братьев их 12 было 11 это у якова было там две жены да две наложницы ну а братья ему завидовали а он от любимой жены был и они завидовали ему и когда он понес им обед они пасли о вещах они решили его убить но один заступился иуда и бросили его в колодец а мы один эти они проходили там они продали его продали в египет и когда он там был его поднимал там потифар называется его купил он раб и получилось что его хозяйка влюбилась в него и она его схватила он ловился убежал а сейчас закончу где и теперь когда он там сидел в тюрьме в это время там сидел хлебодар и виночерпий два хлебодар то есть над хлебной промышленностью министр и другой ну а оба увидели сон и каждый начал рассказывать у меня как я видел три решета с крошками летели птицы клевали а он говорит а значит через три дня будет у фараона день рождения будут исследовать дело и ты будешь виной на тебя трубят голову повесят на дерево а птицы будут клевать а другой который выночерпи горит я видел что в кисть выжимал и давай через три дня вернешься на свою должность а когда фараон увидел ему сказали у нас там в тюрьме такой-то был он говорит все правильно но и тогда фараон его потребовал вот теперь он сказал ему что голод будет 7 лет надо заготавливать и заготавливать хлеб во всем мире здесь который ближний восток хлеба нигде не будет не урожай и он тогда его поставил премьер-министром фараон и он собрал весь хлеб а потом у братьев то нечего было не пришли они его не узнали а он разговаривал через переводчика это очень интересная у вас называется он юсуф юсуф во время от моисея пророка был этот фараон да да они фараон считал себя что он бог как слышно у них так было заря утренняя вечерняя говорит да а пророк моисей он хотел сказать что бог един и нет ему со товарищей то он может не говорил бы если бы он отпустил народ он говорит народ мой должен пойти поклониться фараон не пускает выйдите жон не берете не когда они отступали через красное море у него был посох который превращался в змею да он ударил эти посохом море раскрылась да и там они прошли по суше да они перешли это море а за ним фараон шоу потом это море закрылась и он потонул да ему фараону не оставалось ничего как только принять ислам это так это другой другой фараон то который там и оси попринял принял и потом фараон положение когда вот мы на вас читаем зима поклонения он умер в этом положении и до нашего времени он сейчас находится в музее а всевышний в куране сказал что мы сотворим мы оставим твое тело для назидания другим людям ну да вот ленина мавзолея держит чтобы знали какой это бандит был какой разгоник он сколько погубил христиан мусульман все разрушил это самый зловредный человек за всю мировую историю приписывается сегодня 110 миллионов погибло от про государства про путина вообще сказать ну да мы можем сказать как библия говорится конкретно что это путин речь это мы не знаем но только дело в том что войска северного соля но вообще правильно властью управляет как управляют властью властью вообще так и должны не управлять раз он президент это как царь как император а вот масонные масоны же у нас масонные я масонской теме масонской теме 14 лет отдал выпустил материалы меня арестовали я в тюрьмах сидел это материал страшной силы везде масоны все руководят я знаю вот масоны в наше время уже почти все захватили вот сравнить с казахстаном там почти все государство построено на масонской архитектуре но архитектура немного построить дело в том что они выбирают самых умных людей еще со студенческой скамьи и у них задача я я рассуждаю так давайте по хорошему просто будем подумаем однажды о них вот хотя бы полчаса что там собираются люди грамотные вот я задаю вопрос скажите вы хотите что в подъезде у вас был порядок не оправлялись там не гадили не воровали счетчики не снимали да а чтобы во всем доме ну это никто не сделает а чтобы улица вся была порядок ни убийства ни воровства ни насилия изнасиловать никто не может но такой порядок чтобы все было никак а вот есть такие люди которые хотят это навести во всем мире порядок это масоны и вот они как раз к этому приходят тут черчилл и стон в Великобритании масон рузбельт франклин америка можно сказать вот еще начале девятнадцатого века многие литераты ну кто наше время популярен литературное произведение они тоже вступали в масонское но не все конечно достоевский не все конечно не все у них действительно это все есть и есть такие протоколы сионских мудрецов там 20 протоколов там полностью программа расписана все остальные народы гуи они всех ненавидят а почему гуи а почему лица человеческие они отвечают чтобы нам евреям не не было противно получать подарки от них дары они понимают что мы все их рабы но он с нами со христианами то у них разговор будет короткий когда придет антихрист он воцарится в иерусалиме антихрист и будет царствовать антихрист это по нашему вот вы сами у нас много совпадений вообще сравнить евангелие и курант у нас тоже есть он называется даже что он будет одноглазым нет не будет это все а дальше уже выдумка да он будет а дальше еще неизвестно он царствовать 42 месяца и господь придет явится не нового того вы перед концом света до на три за три с половиной года до конца света у нас это известная цифра царствовать будет в иерусалиме и будет страшный голод не продать не купить везде будет 666 знак его мусульмане они обрезаны все это готовый товар они его примут сразу многие христиане примут как владимир соловьев пишет а и ныне примут скажет признайте иисуса христа за господа бога который приходил воплотился он этого я не могу и сразу обнаружится кто он такой тогда уговорить не надо будет все книги сгорят только одно евангелие останется одно на весь мир потому что от бога прямо от бога слова божие только одна книга библия остальное хорошие люди или плохие это разницы нет а в коране написано что было не способны четыре книги от коран евангелия тора и еще это ну тора то тора это пяти книжек в нашей библии она это ветхий завет тора это не один отдельно это можно ее издать но она здесь в библии первые пять книг книга бытие исход левит числа и второзакония господь говорит так что для для нас апостол павел пишет галатом 1 глава 8 9 стих если кто будет проповедать не то что мы проповедовали да будет ему анафема проклятие как мы даже ангел придет или мы придем будем говорить не верьте поэтому мы по-другому никак и не можем понимать а вот таурат четыре книги вот таурат забор инжиль и куран одна книга евангелия написано летел ангел по небу и нес вечное евангелие мы большую поездку сделали у меня вышло 38 томов книг томов я в университетах преподавал по радио много выступал и 38 книг господь позволил мне написать и тогда я решил бог положил мне на сердце подарить эти книги бедным библиотекам и мы из барнаула алтайский край центр сибири мы доехали до владивостока везде заезжали в города районные центры а потом доехали до лиссабона португалия прошли скандинавию прибалтику турцию и север 650 городов пришлось мне выступать везде там где на стадионах где библиотеках и подарок сделали на 35 миллионов так что если вы зайдете на наши ресурсы вот я скажу в чеченских чечении чечне там дагестане мусульманских республиках национальных библиотеках везде есть мои книги игнатий лапкин моя фамилия вот если желаете больше познакомиться вы в скайпе зайдите игнатий лапкин запишите себе и мы можем встретиться я скину материал а тут это низкий не скинешь у нас большой youtube канал за во свете библии до во свете библии игнатий лапкин он у нас 17 тысяч 300 роликов мы деревню строим православную у нас очень и очень богатые ресурсы притом не игрушечные там и златовую столкование жития святых библия насчитана я около 50 книг насчитывал и архипелаг гулаг за что меня арестовали мне пришлось пять тюрьм пройти вот так но господь ведет он знает силу каждого подкрепляет выходят человека опыт это опыта я вернулся теперь стал помогать тюрьме кто там сидит и отбывает так заходишь не заходишь кормушку открывает но подходит кто-то и я сразу спрашиваю мусульмане есть есть но попадает там за разные дела мы стараемся в первую очередь им помочь потому что другой народ другой язык другая пища а тут это тут он на воле такой а тут еще он один а их там 70 человек там что угодно с тобой сделают и поэтому мы всегда стараемся им помочь вот тут как-то зашли мусульманские ребятишки ну маленькие совсем лет десять как они матерятся я говорю ты что делаешь я скажу мусульманам они еще с тобой сделают-то он глаза вытаращил еще зачем ты у вас всегда уважение к старшим людям в аксакалу там никакие как звереныши какие-то также нельзя тебе жить я в 81 год идет я такого не видал ты 81 год я еще ни одного матерка не сказал за всю жизнь я спрашиваю мусульман что у вас самое ценное они не могут сказать я говорю самое ценное у вас намаз пятикратный но у нас семикратный намаз у вас самое ценное и мы где были вот мы молимся из города выезжаем палатку расстилаем и молимся и падаем лицом вниз и понимаем руки а рядом работают мусульмане там дорогу делают они все смотрят мы знаем где мы молимся нас в обиду мусульмане не дадут они любят когда люди молятся у меня оружие нету у нас поэтому хорошие такие отношения межрелигиозные барнауле нету никаких братья не взрывов нет ничего да по адаму мы все братья а по христу не все по христу это надо все разбирать говорить и вот мы ездили и дороге ночевали в баку в доме муллы мулла это у них как священник и была хорошая беседа мы все записали ходили в мечеть а потом пошли православный храм еще мой канал нашли во свете библии да у нас там сколько подписчиков 42 наверно а просмотров 42 миллиона до у нас небольшой опасений большая посещаемость но это те кто нас знает которые подражают которые как друзья почти 43 миллиона до быстро вы нашли почти но мы видишь большие материалы ставят сегодня тут у нас работа шла я снял 6 роликов будет только горизонтальное бурение людям дал свои визитки чтобы могли найти нас вот если у меня 4 книги не выше 38 вышли тома а 4 стихи мои 4 тома по 800 страниц в интернет на версии у меня там напишу о мусульманах о мусульманках кораном коронованные о говорит как это мусульмане это здорово говорит ну здорово то стихи у меня каждое стихотворение 36 строчек 9 куплетов 9 и 4 36 и и пик что можете сказать вот что вы сами вот девушки вот покрываются это истина вообще считается у нас все покрываются мы православные но у нас община отдельно зарегистрирована отдельно и поэтому у нас чтобы ходили как попало одеты или брюках или как усы подбревали то мусульман у нас этого нету все два платка надеты и как хиджаб на каждой и платья до полу и маленькие девочки так одеты но такой общины как наши больше нигде нету это мы уже все знаем и старались это это было не просто то люди же такие же как везде поэтому мне вот одеяние мусульманах очень нравится я как-то и были в болгарии и по улице идем и едет за рулем сидит такая красивая мусульманка и одета как я увидел вот так показал она заулыбалась и тоже поклонилась приятно смотреть когда они одеты так и а наши которые снимки попадают у мусульман а не это наши я говорю это наши дети нет это наши так ваши не одевается я говорю одевается у нас два платка картины репина сурикова поленова посмотри мы не придумаем ничего раньше тоже очень много женщин девушек покрывалась да раньше было а сейчас нету развращение такое а почему на голове должно быть знак власти над ней что мужчина знак власти мой вот а не то что подкаблучник что за нас скажет она должна стоять сзади она должна знать муж это скала мужчина это прежде всего борода да вот прежде всего скромность девушки это одеяние скромность да вот у нас свадьба тут была наша свадьба то и мусульмане заходят и везде ой какая свадьба то это еще православное православное вот настоящие люди а то другие там нас щурками называют там то другое не выпивки у нас нету мы водку не берем не вы не вина ничего у нас нет алкоголя нет ни грамма мы видим нищих которые где кому надо помочь и поэтому мы не смотрим бедные мусульмане для кто-то мы на это никогда не смотрим мы должны помочь он человек господь это знает нас и суд такими сделала до храни господь так по skype если зайдете я дам большие материалы там она сняты у нас она сняты государственные фильмы такие вот бобины снимали раньше и один занял документальный первое место на международном киноконкурсе а второй первое место в россии это моей биографии с богом храни тебя господь дорогой мой